Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от автомобилей представителям региональных больниц. Для медицинских учреждений приобрели 38 машин. О преимуществах новых автомобилей расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Новые автомобили оснащены по последнему слову техники. Здесь могут помочь даже тем пациентам, у которых остановилось сердце. Для этого в машине присутствует дефибриллятор. Помимо дефибриллятора в салоне есть все самое необходимое. Здесь можно сделать ЭКГ и подключить больного к вентиляции легких. Врачи уже оценили преимущества новых машин. В этом автомобиле можно оказать помощь любому пациенту, остронуждающимся, также которые после ДТП с инсультами, с инфарктами. Автомобили пришлись по душе и водителям. По их словам, в каждом салоне есть кондиционер и система отопления. Кроме того, машины обладают повышенной проходимостью, что особенно важно для отдаленных уголков региона. Мы начинали на рабах работать, были машины неплохие, но сейчас более современные, проходимые машины. Представители региональных больниц получили ключи от новых автомобилей из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поблагодарил врачей за добросовестную работу и кропотливый труд. Мы точно не обойдемся без вас, без тех врачей, которые на передовой. Потому что именно врач скорой медицинской помощи первым на помощь приходит. И неважно, где она требуется. На магистралях автомобильных, на наших водных объектах или дома. После торжественной церемонии экипажи разъехались по своим участкам. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События. Склон площади Славы заиграл новогодними красками. Здесь завершается установка самого большого в городе каскадного светодинамического фонтана. Его вес 4 тонны, длина более 200 метров. Его изготовили в Санкт-Петербурге. Чтобы привезти фонтан в Самару, понадобилось несколько большегрузных машин. Основные конструкции фонтана уже смонтированы и подключены. Остались только детали. Во всей красе фонтан предстанет к Новому году. Очень здорово. Мы в восторге. Как раз специально приехали посмотреть. Прекрасное оформление. Очень красиво. Сразу новогоднее настроение чувствуется. Когда здесь гуляешь, создается очень новогоднее настроение. И приятно, что в городе вообще проводятся такие работы. Интересно придумано. Освещение падает сверху вниз. Красиво, очень красиво. Оригинально придумано для Самары. Так скажем, будет одной из визитных карточек. Увеличится ли плата за вывоз мусора? В Самарской области представители САМГТУ проводят исследования по пересмотру нормативов ТКО. Подробнее Елена Малютина. В течение рабочей недели на одних и тех же контейнерных площадках измеряют массу, объем и потность отходов. Замеры проводятся во все сезоны года. Мирная линейка и весовое оборудование. Специалисты отслеживают динамику накопления мусора на 250 контейнерных площадках Самарской области. Учитываются все факторы. От дней недели до плотности отхода. Мы понимаем прекрасно, да, что где-то есть коробки у нас, где-то хлопок лежит там, да, грубо говоря, где-то вата, а где-то, извините, там отходы пищевки, например. Ну, все это как бы оценивается, передается. Замеры после новогодней ночи в любом случае проводиться не будут, потому что они будут непоказательные, они будут завышенные. Последний замер пройдет в апреле, а итоги подведут в июне. После Департамент ценового и тарифного регулирования пересмотрит норматив. Елена Малютина, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области предлагают ввести ограничения на продажу снюса несовершеннолетним. С такой инициативой выступили представители региональной прокуратуры. В последнее время в больницы губернии поступило 10 детей с признаками химического отравления. Школьники, в том числе и младших классов, массово употребляют жевательный табак. Они могут купить его практически везде. В кальянных, табачных магазинах или торговых центрах, пояснили представители надзорного ведомства. При этом сотрудники прокуратуры не могут привлечь продавцов к ответственности, поскольку в России нет полного запрета на торговлю снюса. В Самаре может появиться еще одна кольцевая развязка. Построить ее планируют на пересечении улицы Мичурина и Московского шоссе. Информацию об этом разместили на сайте мэрии. Развязка будет иметь выход на улицу Дачную. Строить кольцо на Московском шоссе и Мичурина или нет, решат на публичных слушаниях. Они пройдут завтра. Кроме того, городские власти хотят реконструировать улицу Дачную. Сначала планируют отремонтировать участок между Московским шоссе и улицей Пензенской, а потом между Пензенской и Горной. Рабочие профессии рулят. Опубликован список самых востребованных профессий по итогам уходящего года в Самаре. На первом месте оказались вакансии поваров. Спрос на них за минувший год вырос почти в пять раз. На втором месте расположились комплектовщики. Их востребованность выросла в три раза. В эту категорию входят не только комплектовщики склада, но и те, в чьи обязанности входят инвентаризация товаров и сборка заказа по заявкам. Замыкают тройку лидеров грузчики. Спрос на них увеличился в два раза. Прием документов в школы в этом году начнется чуть позже. Принимать заявления от родителей будущих первоклассников Самарской области начнут не позднее 1 февраля. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки. Перенос начала приемной кампании в школу на 2020-2021 учебный год связан с расширением перечна льготных категорий. В прошлом году запись детей в первые классы самарских лицеев и гимназий стартовала в декабре. Конкурс в элитные учебные заведения составил три человека на место. Крылья Самары в поселке Береза по соседству с аэропортом Курумыч в местной школе открылся музей гражданской авиации с говорящим названием. Там четыре тематических зала, тысячи экспонатов, многие раритетные. На первой экскурсии побывал Сергей Кизоркин. Константин Половнев и не мечтал о покорении неба. Но на заводе, где он работал, его отправили в аэроклуб на курсы летчиков. Потом было училище гражданской авиации. Затем 40 лет крутил штурмвал пассажирских самолетов. Начинал с внутренних самарских авиалиний. Ушел на пенсию уже пилотом-международником. Константин Половнев признается, сейчас в свои почти 80 лет продолжает летать. Как пилот, но только во сне. Знаете как, летаю, это можно сказать, да. Но почему-то вот, ну как сказать, или запоминаются так, какие-то немножко тяжелые, что было присниться. Радостно, не больно, может их не запоминаешь так, да. Вот, а эти встанешь, фух. Первый в Самаре и второй в России музей гражданской авиации открылся в поселке Береза рядом с аэропортом Курумыч. Обширная экспозиция находится в 164-й школе. Сотрудники музея в поисках экспонатов обошли всех местных жителей. Почти все они связаны с гражданской авиацией. Пилоты самолетов, стюардессы, механики, диспетчеры. Экскурсоводом работает тоже бывшая стюардесса. Сейчас местная учительница. Двери школьного музея в поселке Береза открыты всю неделю, кроме воскресенья. Это создавалось для жителей поселка, правильно? Которые 90% работали, я уточняю, работали, не сейчас, работали на аэропорт Курумыч. Поэтому для них, для наших ветеранов, для наших детей, для подрастающего поколения показать и всю историю, и в документах, и в фотографиях. Первые гости музея – ветераны авиационной отрасли, городские депутаты и руководство городского департамента образования. От увиденной экспозиции они были в восторге. Признаются, такой музей мотивирует выбрать профессию летчика или стюардессы. Конечно, дети, чьи родители и вся их работа связана с судьбой с небом, я думаю, должны продолжать делать своих родителей. И ранняя профориентация им только поможет в этой жизни выбрать правильно и высшее учебное заведение, и учебное заведение профессиональное. И если даже кто-то не выберет высшее учебное заведение, все равно пойдет работать в наш любимый аэропорт Курумыч. Путешествие во времени начинается в музее с первых шагов. Посетители оказываются сначала в зале ожидания аэровокзала, затем в салоне самолета 60-х годов. После импровизированного полета с пилотом и стюардессой пассажиры попадают на экскурсию в зал основной экспозиции. Здесь сотни раритетных вещей и ни одной реплики, то есть точных копий старинных предметов. После рейса пилоты самолетов и стюардессы возвращались домой в поселок Береза. В местном школьном музее воссоздана комната 70-х годов прошлого века. Здесь все настоящее, начиная от мебели, библиотеки, посуды, торшеры и телефона. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Как улучшить инвестиционный климат региона и привлечь туристов? В общественной палате Самарской области обсудили проблемы гостиничного бизнеса. С предпринимателями пообщался наш корреспондент Анатолий Главко. Снизить стоимость проживания в номерах и увеличить приток туристов. В общественную палату Самарской области обратились предприниматели, которые занимаются гостиничным бизнесом. Сейчас им приходится работать в убыток. Некоторые хотят закрывать отели или сокращать гостиничный фонд. Чтобы этого не произошло, бизнесмены и представители общественной палаты предложили несколько вариантов решения проблемы. В Европе вообще очень много рассматривались варианты, что НТС там наполовину уменьшено, на какую-то часть уменьшено. Много вопросов. Мы хотим послушать и выработать предложение, которое бы рассмотрели как правительственные органы, заказательное собрание и сам бизнес. Бизнесмен Юрий Антимонов считает, что в Самаре могут перенимать опыт у Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах гостиницы относятся не к производственным помещениям, а к жилым. Это позволяет предпринимателям получать хороший доход и не платить огромные денежные отчисления. Нам бы хотелось, чтобы туристов было гораздо больше, потому что, вы же понимаете, одна из наших проблем, то, что загруженность наших гостиниц сегодня в выходные дни практически равна нулю. Начиная в пятницу, субботу, воскресенье, в нашей гостинице практически отсутствуют люди. По словам представителей гостиничного бизнеса, Самарская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чтобы раскрыть его в полной мере, необходимо решать вопрос с проживанием отдыхающих не только на региональном, но и на федеральном уровнях. В Самаре проходит 18-й ежегодный форум добровольцев «Неслучайные истории». В течение нескольких дней участников ждут семинары, круглые столы и встречи с экспертами. Самых активных отметили благодарственными письмами. Подробности в нашем сюжете. Неравнодушные люди готовы прийти на помощь. Добровольческое движение в регионе продолжает активно развиваться. Сейчас численность волонтеров превышает 100 тысяч человек. Без них не обходится ни одно крупное событие. Это действительно интересно. Ты знакомишься с новыми людьми, ты увлекаешься каким-то делом. Для меня это хобби, какое-то увлечение стало. За последние пару лет изменился и портрет добровольца. Если в период проведения чемпионата мира волонтерами были в основном молодые люди от 20 до 30 лет, то сейчас возрастная планка отсутствует. В ряды добровольцев активно вступают и школьники, и пенсионеры. Правительство региона поддерживает добровольчество. В этом году по нацпроекту образования открыл всересурсный центр развития добровольчества. Задачи национального проекта, они более четко структуривают те задачи, которые перед нами стоят. И вот в рамках реализации у нас проекта как раз и создан центр по развитию добровольчества. Здесь нам поддержку оказал и федеральный центр. На наш взгляд важно очень рассказывать о том, насколько разнообразно волонтерское движение, что это не только красивый мальчик или девочка. Это самые разные люди, соответственно, которые самыми разными вещами занимаются и самым разным людям, главное, помогают. На торжественной церемонии финалисты всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» получили благодарственные письма. Самарская область стала одним из самых активных участников. От региона подано 302 заявки. В финал вышли 8 проектов. Также на форуме состоялась премьера фильма «Неслучайные истории», который рассказывает о самарских добровольцах. Лариса Шлафаст, События. Познакомиться с художественными произведениями великих деятелей искусства и узнать больше об истории Отечества. В Самарском доме ветеранов прошла виртуальная экскурсия по одному из самых крупных провинциальных музеев. С посетителями пообщался наш корреспондент Анатолий Головко. В Самарском дворце ветеранов проходит виртуальная экскурсия по Саратовскому музею. На мультимедийном экране оживают шедевры мирового искусства. Я предлагаю вам прикоснуться к полотнам выдающихся художников вместе. В Самаре прошла заключительная выставка из цикла «Шедевры музеев России». На протяжении всего года жители и гости города любовались виртуальными экспозициями Эрмитажа, Третьяковской галереи и других великих российских музеев. По словам организаторов, такой формат особенно пришелся по душе самарским ветеранам. Не каждый из них имеет возможность побывать в музее. Здесь при помощи современных технологий мы даем возможность нашим ветеранам быть и в художественном музее Санкт-Петербурга имени Пушкина. Были мы в Эрмитаже. Сегодня у нас Саратовский художественный музей имени Радищева. В перерывах между выступлениями искусствоведов публику развлекали музыканты. Участники ансамбля «Хорошее настроение» несколько раз выходили на сцену под оглушительные овации. Как ведет себе шаль, дружиная На земле нас с тобой заметая А вокруг ни огни, ни огонь А вокруг ни огни, ни огонь Мы очень рады, что нас так принимают. Мы стараемся, в общем-то, поддерживать с дворцом очень тесную связь. И на всех мероприятиях мы выступаем. Репертура у нас очень большой. В зависимости от того, какое мероприятие. Тамара Павловна побывала не только на виртуальных экскурсиях. В свободное время женщина любит путешествовать по миру. Она разглядывала полотна западных художников в Парижском Лувре и любовалась произведениями отечественных авторов в Москве и Санкт-Петербурге. Сюда я ходу с удовольствием. Потому что здесь такая дружеская атмосфера. Вообще весь дворец – это, ну, счастье, так скажем. Радость души. Потому что здесь очень много интересных мероприятий. А вот это мероприятие очень особенно. До конца года в Самарском дворце ветеранов пройдет еще несколько концертов. Здесь организуют елку для детей и выступление муниципального духового оркестра. Вход свободный. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Этническая музыка и пластический театр. В Дирижабле прошел концерт, где выступили молодые самарские коллективы. Звучали арфа, хенд-пан и экспериментальная электроника. Необычным сочетанием звуков насладился наш корреспондент. Утром он считает деньги, а вечером играет этнику. Самарец Алексей Зулин работает в банке, а после работы играет на ирландской арфе в группе «Алуна». Музыканты выбрали необычные сочетания инструментов. Вместе с арфой звучат кахон и хенд-пад – ударные и перкуссионные инструменты. Поэтому этнические мелодии, которые играет группа, слушаются особо ярко и выразительно. Я слушал разную музыку, где используют арфы, именно кельтскую арфу. Это, в частности, Мельница, это Алис Бар, это наши отечественные музыканты. И в какой-то момент я понял, что я тоже хочу играть на этом инструменте, тоже нести эту музыку. Я очень рада, счастлива участвовать в проекте «Культурное сердце России». Мы участвовали в нем летом, мы продолжаем сейчас. И то, что это продолжается именно в этих стенах. Во-первых, очень красиво здесь, классный ремонт, прекрасный зал, оборудование великолепное. Затем на концерте показали свой совместный перформанс, электронная группа «Дистортед Блюр» и школа танцев «Трайб». Формат – интуитивный пластический театр. Концерт прошел благодаря проекту «Культурное сердце России». Он создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В таком плане мне понравился этот центр, что он дает развитие и культурное общение. Во-первых, знакомство с интересными людьми, группами, ансамблями. Скоро организаторы обещают порадовать самарцев новыми концертами и новыми яркими группами. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Константин Головин. События. В гостях у сказки. Театр «Задумка» вместе с благотворительным фондом «Радость» организовал проект «Дети. Музыка. Театр». Теперь школьники увидят свежий спектакль по мотивам произведений Пушкина бесплатно. Все это в рамках нацпроекта «Культура». На премьере побывала Мэри Елчан. 13-летняя Анастасия Кошелева в детском музыкальном театре «Задумка» уже 9 лет. Говорит, пошла по стопам старшей сестры. Теперь она дает по 200 концертов в год. Последняя работа девочки в новом спектакле «Лукоморье». Каждый номер в нем потребовал серьезной физической подготовки. Мне нравится, я кайфую. У меня только позитив, когда я танцую. Для меня это просто настроение. Танцы – это уже как часть моей жизни, и без них уже невозможно. В спектакле «Лукоморье» задействовано около 100 человек. К премьере готовились три месяца. Сделали декорации и костюмы. Спектакль поставили по сказкам Александра Пушкина. Билеты на премьеру разошлись за два дня. Да, постановки театра «Задумка» пользуются популярностью у зрителей, поскольку и на сцене, и в зале дети. Чтобы заново детей привлечь в театр, надо сделать так, чтобы они пошли сначала смотреть своих сверстников. Им это понятнее, им это ближе. Мы стараемся делать спектакли, когда нет ни минуты покоя. То есть детям некогда отвлекаться на телефон, на какие-то разговоры. Стараемся сделать так, чтобы они сели и сначала до конца отсмотрели весь спектакль. Благодаря проекту «Дети. Музыка. Театр» бесплатно увидеть спектакль «Лукоморье» смогут 6 тысяч школьников. Следующие показы пройдут 24 и 25 декабря в культурном центре «Звезда». Мэри Елчан, Николай Сидоров. События. Проблемы экологии и энергосбережения на наглядных примерах. В Самаре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Вместе ярче», в котором свои работы представили более 200 самарских школьников-студентов. Как эффективно беречь природу, узнал наш корреспондент. Лайфхаки для домовладельцев, которые помогают экономить на коммунальных ресурсах. Тольяттинская студентка Татьяна Ларышева вместе с преподавателями подготовила научную работу. В этом исследовании они изучили, как тратят воду, электричество и газ обычный владелец квартиры. И на основе этого выработали ряд рекомендаций, как эффективно расходовать данные ресурсы. Например, то же самое провода, которые мы оставляем включенными в розетку и просто уходим. А их стоило бы выключать, так как они потребляют энергию, даже просто находясь в сети. С этим исследованием Татьяна Ларышева стала одним из победителей регионального этапа всероссийского фестиваля «Вместе ярче». Соревнование посвящено проблемам экологии и энергосбережения. В Самарской области в нем приняли участие тысячи студентов и школьников. Это приобщение, сохранение природы. Конечно, в первую очередь, понятно, что это экологическое воспитание детей. Мероприятия в основном направлены на развитие у населения, вообще всей нашей огромной страны, на бережные отношения именно природы, природных ресурсов, на рациональное использование. Лучшие участники конкурса отправятся на его финал в Москву, который пройдет 22 декабря. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Настоящая баскетбольная драма. Участник Суперлиги Самары и клуб из элитного дивизиона Пермская Парма встретились в четвертьфинале Кубка России. Серию из двух игр начинали в МТЛ-арене. Волжане на равных бились с действующим обладателем трофея. Матч закончился с минимальным перевесом Самары, а потому выход в полуфинал теперь зависит от ответной встречи в Перми. Подробности напряженного матча расскажет Андрей Горгуленко. Баскетбольному клубу Самара третий год подряд в четвертьфинале Кубка России достаются команды из единой лиги элитного российского дивизиона. В этот раз действующий обладатель трофея Парма. Волжане сразу показали, что статус соперника для них ничего не значит. Стартовый рывок 9-0 и Пермикам пришлось приложить немало усилий, чтобы догнать хозяев паркета. Несколько раз им удавалось приблизиться к Самаре на расстоянии одного точного броска, но после этого волжане вновь отрывались на 10 очков. На табло перед большим перерывом значились 44-32 в пользу хозяев. Я думаю, что Парма приехала. Сначала недооценила нас, может быть. И во-вторых, у них основной игрок не играл. То есть мы более раскрепостились в первую половину. Сыграли команду, забили и сделали преимущество плюс 10. Начало третьей четверти полностью осталось за гостями. Самарцы за 6,5 минут набрали всего одну очко. А вот Пермики атаковали безошибочно. И впервые в матче вышли вперед. Главный тренер Волжан взял тайм-аут, чтобы привести игроков в чувство. Получилось. Оторваться в счете Парме не позволили игроки Самары, Нестеров и Глазунов, которые реализовали трехочковые броски. 55-55 ничья в начале заключительной четверти. Плохо начали игру. Может быть из-за этого, что еще в субботу играли игру. Но потом, слава богу, что вернулись в игру и могли выиграть. Но теперь есть как есть. Самара меня не удивила. Они молодцы, играют хорошо. В этот момент обе команды включились на максимум. У Самары блистал капитан команды Антон Глазунов. Он трижды был точен с дальней дистанции. Не отставали и гости. Соперники попеременно выходили вперед. За 24 секунды до конца Самара проигрывала 70-71. Максим Дыбовский заработал право на два штрафных броска и не подвел своих партнеров и болельщиков. 72-71. Отбив последнюю атаку Пермяков, Самара удержала сложную победу. Если бы неудачная, очень хорошая игра Глазунова, мы бы эту игру проиграли. Мы показали, что мы можем играть, и ничего страшного в этом нет. Да, у них не играл главный снайпер, главный лидер команды. Но, тем не менее, все только зависит от нас. Сыграем в свою силу, все в наших руках. Ответный матч соперники сыграют 26 декабря в Перми. В полуфинал пройдет команда, которая будет лучше по сумме двух игр. Пока у Самары преимущество в одну очко. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары ГИС на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин